По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория и при поддержке Городской думы и администрации Краснодара, на площади, недалеко от мемориала жертвам фашизма, впервые была отслужена Божественная Литургия под открытым небом, при обеспечении безопасности соответствующими городскими службами. Богослужение состоялось при участии духовенства города, казаков и прихожан двух городских благочиней. За литургией песнопения исполнили три хора. Хор Храма Рождества Христова, казачий хор Рождественской полусотни и молодежный хор Храма Святителя Спиридона Тримифунского. На литургию собралось около 200 человек. Люди пришли, невзирая на обещанную дождь и ветреную погоду. А как только запели «Христос воскресе», воссияло солнце. Христос воскресе! Бои вас воскресе! Христос воскресе! Бои вас воскресе! Так Господь показал свое реальное чудо и благоволение, потому что там, где Христос, там свет, там радость. Это такое чудо было, которое Господь явил своим присутствием в явной погоде. Когда мы начали молиться, мы думали, что будет дождь. И вдруг среди огромных серых туч яркое выглядывает солнце. И абсолютно всю литургию, особенно когда евхаристический канун идет, яркое солнце светит, настолько яркое, что становится жарко, нестерпимо жарко, как будто лето. И когда заканчивается божественная литургия, и Батюшка выходит за крестом, начинается мелкий дождь. Как святой водой он нас окропил в конце литургии. Совершалась пасхальная литургия. Много детей и взрослых в этот день исповедались. Два благочинных причащали святых христовых тайн всех тех, кто подготовились к этому великому таинству. За литургию собравшиеся сугубо помолились о военнослужащих, защищающих наше Отечество в специальной военной операции. И молитвенно почтили память краснодарцев жертв фашизма. Важно, чтобы мы помнили. Мы помнили о людях, которые жили до нас. Мы помнили о том, что нельзя повторять на этой земле. И эта память нас укрыляет, вдохновляет и делает нас лучше. Это очень важно и, на мой взгляд, это нужно совершать регулярно. И им нужны очень наши молитвы. И, конечно, их молитвы нужны нам. На этом святом месте погребены, вот просто представьте, около 13 тысяч наших саграждан, горожан нашего города, которых мы в годы Второй мировой войны сюда свозили на специальных душегубках, где фашисты впервые испытали газовые камеры. Вот это был огромный ров. И сюда людей свозили, уже задохнувшихся газом, детей, стариков, женщин, выгружали и погребали. Здесь не случайно установлен памятник жертвам фашизма. Сюда приходят с цветами, сюда приходят почтить память погибших детей, горожан. Мы встретили женщину, которая не первый раз приходит на это место почтить память той, которая спасла жизнь ее мамы во время оккупации Краснодара немецкими фашистами. Ее мама, будучи еще маленькой девочкой, находилась на сеном рынке. Она собиралась что-то продать или обменять на продукты для своей семьи. В тот день немцы окружили территорию рынка, подогнали машины душегубки и стали загонять в них людей. Та самая женщина, о которой молится наша собеседница, закрыла с собой у ограды рынка эту маленькую девочку и скомандовала ей разбирать камни брусчатки из-под забора, чтобы убежать. Все это время женщина прикрывала ребенка от немцев. Девочка так и сделала, спаслась. Правда, при этом сильно повредила свои пальчики. Потом она выросла, и вот ее дочь, свидетель той истории по рассказам своей мамы, хранит память о неизвестной женщине и молит Бога о спасении ее души. Вот это участие первой литуреи. А кто знает, может Бог нас и уразумит наших властей Господь. Здесь поставит храм, памятник. Мы даже обсуждали, вчера Владыков предложил даже в честь иконы взыскания погибших. Взыскания погибших, которые погибли здесь и в детстве, и здесь русско-мярные, мы их не знаем. Надо упокоить Господь их, а она нас помилует. По завершению мероприятия дети принесли корзину цветов, а все участники возложили красные гвоздики к мемориалу жертвам фашизма. Призгод воскресе и смертных смертных скеппоправ, несущим во гробе живот даровать. Сегодня они дождались самого главного, вести о том, что они оживут. Они оживут и встанут в один строй. Тех, кто защищал и был убит за Родину, за веру и за Дорогое Отечество. Как только собрали походную церковь и не успев собрать палатки, где молодежная община угощала всех ароматным чаем на травах и куличами, как оросил Господь всех небесным дождем. На этой пасхальной литургии Господь дал явный знак своего присутствия на этом святом месте, в том, что среди ненасти воссияло солнце. И самое главное, что на этом месте прозвучало победоносное. Христос воскресе! Воистину воскресе!